друзья приветствую вас на своем канале в этом видео будет несколько новостей первая новость это уютные выходные с 28 марта 12 мск по 1 апреля 3 часа ночи мск будут действовать боевые задачи за выполнение которых вы сможете получить четыре дня прям аккаунта и миллион серебра а также x2 опыта за каждую победу задание будет выполняться в случайных боях в натиске и в линии фронта следующая новость про су-122 1956 это советская премпт-шка 9 уровня ходят слухи о том что она пойдет в сборочный цех который будет в районе майских праздников так что я так понимаю эту пт-шку можно будет получить для тех кто в танке объясню сборочный цех это там где вы за задание потихоньку собираете танчик многие путают его с конструкторским бюро там где вам нужно просто шкалу до 100 процентов заполнить ресурсами тут ресурсами ничего заполнять не надо это просто выполняешь задание прошлый раз они были очень простые на прям танк тст выполнялись очень быстро но в конце нужно было немножко докинуть золото чтобы получить танк ну и как обычно золото бесплатно можно параллельно формануть в натиске выполняя еженедельное задание играя в натиск кстати сейчас он идет и раз недельку можно заходить выполнять задание немножко поговорим про су-122 1956 насколько я понимаю раньше эта пт-шка называлась су-122-54 и в игру она добавлена была в 2012 году в патче 080 ее добавили вместе с веткой которая начиналась на су-100 м1 потом был су-101 на восьмом уровне на девятом су-122-54 это наш пациент и на десятом уровне объект 263 после чего су-122-54 убрали из игры объект 263 ушел на девятый уровень перестановка произошла в патче 0922 в 2018 году шесть лет назад объект 263 с 10 уровня ушел на девятый а наш су-122-54 просто вышел из игры теперь в качестве су-122 1956 это чудо-юдо возвращается в игру пока что только на супер тесте его тестят какие сейчас у него ттх средний урон 440 пробитие основным снарядом 274 320 специальным 68 фугасом скорость полета 1480 основным снарядом 920 специальным 940 фугас 8 секунд кд 2.6 сведения 0.38 точность орудие вниз опускается всего лишь на 5 градусов снаряды подкалибер кумулятив фугас максималка вперед 56 назад 20 удельная мощность 22 и 6 1700 хп и самое наверное печальное в танке помимо у внов и плохих углов горизонтальной наводки и точности и сведения и стабилизации прям все перечислил еще плохо то что у него vld 100 миллиметров и танкует по сути только маска и это конечно такое обзор 390 что в принципе хорошо как для птшки советской также неплохая еще и маскировок но у танка много как и положительных сторон так и отрицательных дпм пробитие скорость полета снаряда альфа это все классно и круто но пушка кривая плохо опускается плохо поворачивается броня ужасная с одной стороны если удачно заехал или стал можно быстро много настрелять но если подставляешься броня плохо танкует критов много орудия не опускается она еще кривовато и по стрельбе как-то в крыску из кустов стрелять орудие не предназначено чтобы вдаль прям с кайфом пострелять она не снайперская прям и по точности и по стабилизации по сведению она ужасно врываться агрессивно vld очень тонкая до маска она есть она занимает на vld немало так места но попасть мимо маски не так уж сложно там и лючок есть большой и мимо маски тоже стрельнуть не сложно в общем и целом это не простая птшка получается но как прям танк 9 уровня в принципе наверное неплохо за счет дпм альфы пробития и маскировки в некоторых ситуациях будет неплохо смотреться это будет наверно танк который очень сильно похож на китайскую пт 8 уровня премиум но только вот одни нюанс там орудие лучше опускается и на рельефе легче играть и там все vld неплохо снаряды отбивает особенно когда корпус наклоняешь там приведенка становится неплохая а вот здесь всего лишь 100 миллиметров и не получится из-за рельефа стрелять потому что орудие вниз плохо опускается мне кажется может быть немножко ее подкрутят а может быть оставят таким вот сложным прям танком 9 уровня но тут есть чуапать и точность и комфорт стрельбы и у воены и броню но это пока что не финальные цифры она на супер тесте поэтому что из этого танка получится узнаем потом также скорее всего на следующей неделе нас уже будет ждать супер тест следующего патча в котором нас будут ждать коробки режим на 9 мая новый марафон новый праздничный ангар также вы уже видели огромное количество apple танков веток и премиумных танков но и также еще по ходу с 1 апреля по 8 апреля как раз сразу после окончания линии фронта возможно будет какое-нибудь мероприятие где вы сможете все свои нафармленные ресурсики успешно сливать на что-то допустим на какой-нибудь большой караван с огромным количеством товаров в котором вы сможете потратить свои кучи серебра который на фармите не всем конечно зашел фарм на девятках в линии фронта мне так вообще в принципе линия фронта не нравится я на девятках три боя скатал вам на стриме фарм показал вот принципе и все для меня на этом линия фронта и закончилась принципе вот такие вот новости на этом у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok